В принципе, в хорошем состоянии, прям в очень хорошем, я бы даже сказала. Отдаю, потому что мы девочки, голубое, как бы не хотим носить. Раньше раздавала по знакомым, а теперь добрым людям. За фрукты и печеньки, а иногда и за улыбку. Елена Питик, участник одной из групп по обмену вещами. Сейчас предлагает забрать два комбинезона за предложенные продукты. Молодая мама открыла для себя бартер в социальной сети, когда ушла в декрет. Я брала, даже не для себя, а для дочери я, наверное, взяла. Да, ходунки один раз. Вот уже больше полугода Елена меняется вещами. Говорит, такие группы особенно удобны для молодых мам. Но даже когда дочь Алина подрастет, свои увлечения бартером девушка не оставит. Хотя бы раз в месяц будет отдавать ненужное. Наткнулась на страницу, ну и решила поучаствовать. И выложила я тогда, помню, первый комбинезончик. Ну, мне, в принципе, сразу его забрали через несколько часов. Ну и решила продолжать. А на детские вещи очень часто отвлекаются, потому что, мне кажется, много мамочек, которые, ну, вещи дорого покупать. А если, в принципе, дают хорошую вещь, почему бы не забрать? Не имей 100 рублей, а умей поменяться, говорит администратор сообщества «Денег нет» Виктория Быкова. Группа была создана еще три года назад. Ее основатель находился в трудной жизненной ситуации. Идея буквально спасла ему жизнь. Сейчас помощь вышла на новый уровень. Кроме вещей можно предлагать услуги – наращивание ногтей или фотосессии. Кстати, администраторы группы делают свою работу бескорыстно. Активно люди меняются в день. Примерно около 50-70 бывает объявлений. У нас численность растет. В день около 200 человек добавляется в группу. Ну и также расширяется. У нас не только красноярцы меняются, также со Сосновоборска. Ну, ближайших, Девиногорск приезжают меняться. В условиях кризиса популярность таких групп только возрастает. Если раньше менялись мелочами, теперь и мебелью, и электроникой, и бытовой техникой. Есть и такие группы, где делятся, к примеру, едой. В группе фудшеринг можно и поделиться, можно и попросить. «Отдам бесплатно продукты. Села на диету, перестала все это есть. Но не пропадать же добру». Здравствуйте, я мать-одиночка двух детей и мама-инвалид. Помогите, пожалуйста, нуждаемся в продуктах. Фудшеринг сейчас набирает популярность по всему миру. В Красноярской группе, где можно отдать еду, пока чуть больше 500 участников. Но идея стремительно набирает обороты. В группах по обмену может быть от 500 до 30 тысяч участников. При этом, как уверяют создатели таких сообществ, основная их цель – это благотворительность. Но даже в таких группах всегда найдутся те, кто ненужные вещи пытается продать за деньги. Для таких у создателей сообществ суровое наказание – пожизненный бан. Ирина Денисенко, Вячеслав Казаков, Афонтова. Новости. Новости. Новости.